Но обращаться в суд надо уже сейчас. Суд вообще-то длинное дело. Вы знаете, иногда годы напролет занимает. Не то что месяц. И порой не то что год. Но главное, если мы будем индиферентны, как я почувствовал среди вас, тогда мы действительно ничего не приобретем. Надо решиться, братья. Сейчас может быть тот момент, когда мы должны в конечном итоге проявить в себя или как заявить о себе, что мы действительно последователи Христа. Что вам мешало, когда вы были в составе Молдавской Православной Церкви? Что вы обрели те, которые перешли в Бессарабскую Метрополию? Что поменялось? Ничего. А если кто-то решил все-таки поменять что-то, значит преследует какую-то цель. И главное, еще раз говорю, обман был, правда, еще в то время, когда он не перешел в Мессарабскую Метрополию. Когда он вас лишил, может быть, еще раз говорю, вашего труда, вашей копейки, которой вы пожертвовали на строительство этого храма. Я считаю это несправедливым, считаю это неправильным, считаю это противозаконным, по меньшей мере, против морали. Вы все внесли свою лепту в строительство этой церкви. Нужно его вернуть обратно, чтобы она стала достоянием общественности или общества христианского. Это не частная лапочка. Это же не пивнушка, простите за такое выражение. Это не какой-то барчик. Это даже не заправочная станция или аптека. Это все-таки церковь Христова. Очнитесь, люди. Там, еще раз говорю, оттуда исходит провокация против Бога. Если мы будем вот так вот, не туда и не сюда, мы становимся соучастниками вот этих вот отхождений от Бога. И от этого, как последствия всего этого, мы спровоцируем гнев Божий. Понимаете, нам изгоняли Бога и Церкви, и мы следим. Господи, моя хата с кровью ничего не знали. Для чего Господь наденил нас и разумом, и волей, и чувствами, и верой? Чтобы предать Его своим безразличиям? Опомнитесь, я и батюшкам говорю, я и вам говорю, опомнитесь, выгоняют Бога из нашей среды. И мы своим бездействием содействуем этому. Я знаю, что есть плавающие, плавающие даже среди батюшек. Не дай Бог что-нибудь такое, как пионер, всегда готов перейдет на другую сторону. Я говорю, братья, не пугаю вас, но просто напоминаю, как я стою перед крестом и Евангелие, так и вы стояли тогда, когда вы приняли священство. И клялись рукой на Евангелие, потом прикладываясь, целую Евангелие и крест на верность Богу. Я считаю, что Иван Миля, который служил более 20... Сколько лет, во чем он служил в Молдавской митрополе? Отец Виктор, ты не знаешь. Лет 15-17. Да. Это только плавя, нахуй. Больше 20 лет. Больше 20 лет. Если он уже не хочет служить в Молдавскую митрополию, будь добрый, сложи все с себя, что тебе дала Молдавская митрополия. Я священство уже забрал. Лишил всех наград. Да, Господи, награды, причем тут уже... Это даже меньше стоит, чем вот это высушая права. Главное, лишили его благодати. Все, сдавай сам, в том числе и прав. И тогда будет правильно, тогда будет корректно. Все, мне больше с вами не по пути. Я вот такой, все, отдай мне то, что вы мне дали. И я повернул, пошел своим другим путем. Многих не верили. Там до сих пор активист Мною подписаны в этой церкви. Он получил благодать именно от митрополита Владимира, главы Молдавской митрополии. Ну вот и мы его забрали обратно. А теперь он лишает вас, живущих там близко, лишает Бога. Потому что вы из вас некоторые туда ходите и смотрите, брать и сестры, вы совершаете большой грех. Вы видите, да, я понимаю, они мощные, старые. И много, 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 чем можно это оправдать.